здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим об истории об истории городского округа люберцы всегда приятно что есть люди которые не просто занимаются историей как профессии своей любят историю своего родного края который внимательно изучает все подробности того что происходит кто-то спросит а зачем знать что за что здесь было ли что исчезло или почему здесь неправильно написано и так далее но дело в том что мы же сами творим историю да мы тоже рано или поздно становимся историей наверное кому-то будет обидно если кого-то не заметят или как-то не так назовут проект или как-то не так назовут архитекторы и так далее и тому подобное и очень приятно что у нас сегодня в гостях андрей михайлович шестаков человек хорошо известны в городском округе люберцы как принято говорит далеко за его пределами почетный гражданин городского округа доктор медицинских наук профессор член союза журналистов и союза писателей россии люберецкий краевед который выпустил ряд книг и принес маленькую часть этих книг сюда в студию об историю люберецкого края здравствуйте андрей михайлович доверяйте до за долгое вступление но времени у нас немного я думаю что азбус не несколько таких программ на историческую тему потому что мне кажется что когда строятся большие красивые дома когда кладется асфальт развязки развязки все ближе подходит городу то исчезает иногда какая-то такая небольшая но своя что ли самобытность самобытность до города и тут мы наверное ничего не сделаем и вряд ли кто-то скажет что не нам оставьте деревянную избу 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 мы будем не жить так далее конечно хочется какого-то современного проекта но помнить эту историю нужно первый вопрос для чего нам нужно знать историю родного края ну вы знаете ведь вопрос почему это как-то вот ответ очень трудные ну во первых это наша родина как таковая я не только люберецкий край весь таскать край который нас окружает и дело в том что память предков она ведь всегда святая мы можем как угодно перестраивать нашу историю с точки зрения ее описания меняются какие-то эпохи мы извините пожалуйста несколько другими тонами описываем тот этап который заложен в документах ну это мы все превосходно понимаем но тем не менее для поколений эта память должна остаться в своем первозданном виде и даже когда вы сказали что мы там возводим какие-то новые издания там эстакады но мы же должны представлять вместо чего мы это делаем то ребята что на этом месте было поэтому я уже одни сколько раз говорил что тут должно быть четкое знание истории уже благодаря ей мы можем думать мы можем вот что-то изменить в ней как таковое то есть у меня очень так сказать даже импонирует когда я вижу что не только там положим какой-то определенный там достигать их возраста и начинает облезать не к истории но я вижу потому и интересу который проявляет именно молодежь том числе люберецкая да много я стою мне дам опубликовать пост о том что вот храм прибороженский стоял не здесь где-то спорный вопрос вопрос простой стал в другом месте вы знаете какое большое количество желающих то сказать стал его изучать подняли старые карты они уже сами так сказать и сетях промерили точно это расстояние в 500 метров от этого обелиска и деситов при все выходим на то место которое не бывает около старого люберецкого кладбища так она есть вот она есть а здесь действительно и по всем документам установлено что было в 1809 году заложено одноименная как и написано во всех церковных документах преображенская церковь и строится она очень весьма активно но тут в война 812 года сбила нам эти позиции и эта церковь была окончательно застроена в дети в 1819 году фактически когда уже все отгремела что ну да да ну понятное дело потому что и то чтобы его разгромлено как мы пишем во время французов так сказать все помещения скверина церковь это относится к той самой церкви когда мы с вами говорим положим о тех вопросах почему интересует история но ведь вы знаете мы очень много не знаем вот фактически я могу со всей ответственностью сказать уже не один год занимаясь этим вопросом я скажу что фактически до конца истории округа никого и мы не знаем это я тоже могу сказать мы считаем сталкиваемся с этим читаем документы и говорим что например кроме той церкви которую в 1632 году поставил поставил грязев иван кириллович бывание в скором времени построим вторая церковь казанская церковь нет концов до более того форма это не просто потому что мы сегодня что мы искать еще в начале прошлого века сама церковная таскать герархии там статьи и пытались найти эту церковь пойти нет ничего не осталось не осталось потому что кстати давайте сразу же напомним нашим замечательным телезрителям ведь часто и в этих книгах и вообще вот в капостах да как говорим и сейчас обсуждается название там либерицы и так далее почему люберцы откуда это название но ведь долгое время люберцы назывались официально селом село люберцы и вот тут возникает вопрос была деревня было село я имею ввиду в российской империи да и зависело от наличия храма хотя сегодня можно прочесть некую некую другую информацию что это необязательное условие наличия храма что отличает село от деревни тогда было обязательно вот давайте расскажем об этом почему церковь и почему село люберцы ну все очень просто ведь иван кириллович грязев вы знаете он служил в ведомстве внешнеполитического хоть теперь называем был изъедьяк который действительно владел информации и соответственно владел истории не решал вопросов да но он сразу понял потому что ведь фактически если мы будем тебя люберцах как таковых вот эти прямо скажем люберцы был маленький кусочек земли именно деревушка люберцы а потом даже сего почему вы начнете от эстакада на мальчиках пройдете до улицы красные вот и все люберцы да дальше у вас начинались подосинки а с той стороны у вас в деревне панки и та и та деревни расстояние все вот весь кусок люберцы когда мы ходили то слово тут пройдет извините пожалуйста 15 минут сходьбы и поэтому грязев правильно так сказать во всех ведь до грязева никто фактически эту деревню как таковую не регистрировал в тех документах официальных которых есть сразу как только они там свои там четыре дома усадьбу купил этих таскать он сразу подумал что для того чтобы занести вот в эти в каноны как и полагается российской империи надо придавать стал он и строит в тридцать втором году церковь вот надо надо сказать что ведь если уж прямо подходить что жилинская церковь построена была в двадцать четвертом году но раньше чем здесь построил грязев но не забывайте что этой территории относилась к территорию монастырей и нежели а так сказать тех монастырей которые находились москве то все дула монастырь кроилась территория тут конечно постоянно каме постоянно поэтому вопрос такой так что я считаю в край вклад грязи в иван кирилловича в том чтобы сделать вот именно село и запустить его как юридическое значимое он огромен вот отсюда все началось вот а дальше вопрос простой ему дается статус села в этом статусе он и существует как таковой менялись владельцы потому что иван кириллович умер в тридцать четвертом году вы усадьбу поделили между собой его брат мина кириллу как вы и сестра да потом не на кириллу мина кириллович тоже умирает тридцать девятого году не сорок девятым здесь пожалуйста уже поздно году и соответственно уже пошли дети самой так сказать сестры его она была замужем за якова милославским известным тем временам как родственник первой жены алексей михайлович и у него тут было территории настоящих милославских да да мясо хотя их было два не забудешь во второй милославский эту землю выкупил уже позже после того как они как сыновья как сын и в этой сестры его его продают и землю опять государству а уже потом ему как а кольничему так сказать царя ему это сделать все мы и дали да то есть уже иван михайлович уже второй иван михайлович милославский семьдесят шестом году это всего получили ну вот отсюда и пошли прозоровский дальше потому что жена этого иван михайлович это есть там знаменитая прозоровская брат который алексей михайлович тут все сотворил вот кстати про дачи я думаю мы отдельную программу сделаем потому что понятно что слово дачи любит вообще московская область подмосковье дачи это такое но даже может быть не одну надо делать программу мы к этому вернемся потому что господи у нас там и малаховская малаховка и наташина и все на свете все здесь рядом но завершать тему люберцы когда она перестала быть селом официально по моему надо до революции давайте так прям поговорить она и дольше находилась как же его возьмите простой вопрос что мы фактически нас объединили с двадцать пятом году она стала имеется как город да и только в тридцать четвертом году нас с вами объединили вместе с подосинками деревне подосинками сиома с деревни панки и с поселка михайлсон на той стране грязи узнал что рано или поздно все это будет моя еще и завода по но действительно я просто почему мы плавно движемся к финалу первой части было важно для наших телезрителей разъяснить что люберцы которые сегодня носят статус довольно таки солидный городской округ не просто город а целый округ довольно долго были селом и очень любопытно что в 1925 году только заканчивается эта история что с другой стороны говорит о том что и село то было другое в те времена да то есть такое крупное село давайте так сразу мы говорим 20 годы извините пожалуйста но уже после того как 860 году построили дорогу возникает второй год извините пожалуйста люберцы стали крупнейшим пересадочным этим блоком для всей промышленности у нас была куча местная промышленность возьмите шерегинах возьмите любые так сказать и второе не забывайте ведь фактически крестьяне нашего села ближайшего окружения как таковым сельским хозяйством занимались мало у нас нет посевных прощадей которые могли там 5 как краснодаре пролетариата мы задавались мы не столько пролетариаты мы занимались вот именно мы занимались извозом и в каждом в каждой из в каждом усадьбе было по 2-3 лошади у крестьян они занимались перевозки там и камня с рудников и прочих прочих от вещей и самое главное когда на открыли вот эту станцию нашу узловую да она сразу себя и влево вот эти все потоки кругом как тогда называли чугунка чугунка да она и жива чугун поэтому фактически давайте прямо скажу что село люберцы на том этапе но было как-то неким мозговым центром и не столько управлять оценки центром управления 7 потому что ну хоть панки и были самостоятельными нужно там кино поля я думаю что по какому-то просто не обращали внимание на слово село да а работала себе работала просто важно понять что села тоже бывают разные почему этот вопрос вот в первой части мы оттолкнулись от церкви от того что и церковная история она чем интересно сохранились церковные книги ну то что не сгорело было не уничтожено я имею вообще в истории российской где можно прямо прочитать вплоть до того кто служил сколько у него было детей чем они занимались сколько было прихожан список прихожан потом церковные книги записывалась кто родился кто умер и поэтому очень важно было понять не все до сих пор понимают что такое село что такое деревня ну а город как мы уже с вами выяснили да уже официально становится небольшая ремарка да значит ты когда вы упомянули церковные все вот их так сказать документы которые есть я им приду очень большое значение почему давайте прямо говорить восемьсот двенадцатом годом наши архивы так сказать в нашествие наполеона да пожгли пожгли много все на дальше семнадцатом году извините меня пожалуйста вы сами понимаете как может и сами сожгли мы специально да а в сорок первом году мы оказались тем самым заложниками форс-мажора какая в сентябре сорок первого года пришло указание мгб уничтожить все архивы коля мы всех уничтожили у нас нет ничего возьмите за место я сейчас спрошу и найдите пожалуйста скажите пожалуйста а куда же мы люберку дели покажите мне да где как у меня прошла как смесь со времен когда там было через него мост через который еще так сказать как там оказалось вот эта штука же да вы знаете нету я понятное дело у меня хорошие отношения с водоканалей все мы лазили еще перед старой книгой но потерян уничтожили все эти документы мы вроде понимаем да что вот начинается на там вот где-то в тех местах выше на там котельники чуть повыше да по ходу идет сюда когда прозоровский перегородил алексей прозоровский перегородил эту решиллюберку и сделал пруд это его труд не меньшинского она была он сделал две таких перегородки вообще модно было перегородки то здесь он такую же сделал где у озера черный тоже благодаря ему образовала он там сделал вот все вот ведь они тогда уже за миллиар а то направили все были молодцы и я стараюсь сделать сейчас небольшую паузу напомню что вот этот интересный исторический разговор особенно для искренних люберчан мы ведем с почетным гражданином городской округа люберцы андрей михайловичем шестаковым оставайтесь с нами через некоторое время продолжим напомню что эта программа открытый диалог с вами николай певненко у нас гостях почетный гражданин городского круга люберцы доктора медицинских наук профессор член союза журналистов и союза писателей россии люберецкий краевед который выпустил книги сейчас мы не будем говорить об истории люберецкого крайне одну книгу в первой части мы просто вот начали самого начала и история она настолько заинтересовала нашего гостя андрея михайловича шестакова что он начал писать книги вопрос очень простой зачем же эти вопросы достаточно сложные это не потому что сказать что с такого нечем заняться он решил вроде так сказать потратить время свое место чтобы отдыхают студентов понимаешь да студент взять или начинать до что-то там писать а дело в другом я естественно всегда ну во-первых у меня семья какого-то уру роде историков брат моей так сказать бабушки он известный профессор горский был в нашем первом медиа его сын сейчас антон горский он тоже профессор историк то есть мне как то это мой отец крови мой дед да был моя бабушка была учительница сельская дед правит вернее он сельский священник то есть мне вот эти вот канва все переблилась сразу и напомню а что муж моей бабушки я это не скрываю он был рядовым христианином пастухом почему и одну книгу я назвал внук пастуха пастуха я профессор таков но внук пастуха я это горжусь вот давайте немножко по книгах этих и поговорим вот внук пастуха дело в том что вот мы в первой части говорили люберцы же тоже такое интересное как бы нельзя назвать сельскохозяйственным да таким вот районом потому что промышленность как бы сама с этой чугунка как приехала причем промышленность у нас была не только российская но и международная до международный союз жатвенных машин вот к барабе сильный до корпорация была сильная которая просуществовала до 1923 года приходили вот бланки еще можно найти прямо бланк был на вот все-таки наш район каким крестьянским или рабочим потому что потом же появится еще ухтомский район соют совет депутатов рабочих и крестьян ну давайте так я бы не понимаете мы назвать район наш рабочим тогда на тот период конечно бы его нельзя с точки зрения того что мы всегда понимаем рабочие знать протариат крупные заводы и так далее значит ну понятное дело что вся территория вокруг а я отношу это не только любится потому что территориальный наш у томский район раньше включал все туда так жили и брони исключительно понимаете сельское хозяйство в основном было приусадебное потому что больших плантаций земли положим как там краснодаре где чтобы там сажали пшениц там паспаде она росла поэтому нет у нас такая урожайность наша за одинок он не позволяет его быть да хорошо но зато литер книга внук пастуха не совсем оттуда не оттуда не совсем только оттуда моя еще любимое место кроме того любит это тот вот восток северная часть малаховки и дальше деревня вялки осеченки я все время и заканчивал сельскую школу малахов то есть в этом самом в осечниках так как раз у меня похвальная грамма даже есть да вот этот кусок то есть я живу в деревне вялки отсюда дед у меня приехал сюда вот они бабушка умерла и поэтому вот какую-то крестьянскую хотя он уже не крестьянскую же там одну тем не менее он и сапожному делу и прочего не были золотые руки наверное так сказать не зря у меня тоже так сказать с детства к моткам приучал но тем не менее от моего вы написали почему вот чтобы мне уложили вы понимаете вот эти вот места которые действительно вот мы сейчас много говорим о малаховки об историческом наследии этого куска понимаете эти чудные места и чудные времена и чудные люди прямо скажу для малах когда нас ведь было потому что мы жили вот там деревне вялки это был самый основной очаг культуры который был то есть вот зайти там эти деревнях вам там сказать за 10 копеек раз в неделю привозил тоске ножник там будку на из данного культива так далее а все остальное включать конечно были малахком это тянулись и церковь была тогда будильный таро действующая церковь была будильный то есть вот вся эта территория сталкиваюсь именно как узовой центр малаховки там конечно не было театра узел малаховка внутри еще и либерецкого узла да 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 много узлов да да и динцов когда мне тут говорят а вот у нас особенная стать мы там извините пожалуйста мы все в одном и живем в одной конгломерации у нас все это едино конечно потому что никто не разрывал таскать малаховку так далее но про малаховку тоже мне кажется отдельная история потому что и театр и телешовы и собственно говоря имена которые там даромевская там вообще дебютировал еще в массовке вот это тоже все интересно но давайте продолжим о ваших книгах в двадцать девятом году была образована московская область раньше было помните московская губерния но потом она был центральный район промышленный в двадцать девятом году стала московская область уже катковая вот это вот книга выпущена 90-летию но она исключительно по люберцам и канва этой книги было в том что мы взяли и проехали все люберцы начиная над выездной стелена и проехали целиком описывая все исторические здания и все что находилось в люберцах уже и в современном периоде устали заезжали там естественно в наташинские поводы потом мячиков и так далее и приехали всю всю люберцу и вот по этапу эти вот все так сказать этапы здесь отражены да и я должен сказать что что очень важно здесь есть исторические как бы фотографии современные что удобно да можно всегда посмотреть понимаете вот почему коровы первый раз вы рассказывали почему там истории и так далее нельзя так сказать замыкаться на том что мы видим сегодня неспоминная конечно чтобы вчера вот запомните вот эта книга еще раз ее показываю горжусь тобой могу чем горжусь что так сказать еще кроме всего прочего двум выпуском медалистов школьников лидерит и в двадцатом и двадцать первом году вручали в кассе подарка поэтому то есть она и так что я считаю что это труд очень огромный потому что но мы на телевидении тоже как бы пытаемся периодически делать исторические проекты это очень важно потому что это интересная спорные моменты изучать покопаться найти сфотографировать найти точку и так далее давайте поговорим еще о книге летопись люберецких столетий вот такая книга к 400 летию выпущена да вот давайте я покажу вот такая белая красивая книга почему кстати квадратно это вы так сами придумали решили ну во первых я скажу что таскать и это эта книга это основная часть всего все фармистико реа фармистико вся вся остальная мыслительный так далее часть это удивительный дизайнер который у нас это любовь владимир карпук который работает вы знаете и со всеми изданиями администрации так далее и мы посмотрели потому что если мы даем какие-то иллюстрации то формате вот положим таком и таком эту эту фотографию картину нужно либо рвать ну да 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 либо мы это сказать находим тот по этой книге я могу сказать только одно такие красивые дайте покажу прямо вот процент как говорили знаете покажем красивая большая то сам вот церковь которые рядом мы видим усадьбу уже купса глазу а вот она да да дальше на заднем плане везде постройки а тут вы видите вот как раз тот самый мост который сказал куда делаешь люберка видите машина то уже идет по мосту да 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 это есть вот тот мозг который был на месте вот этой вот истакады получается тогда сейчас мост опять на месте моста да истакаду эту построили 80 стадион получается вот здесь у нас нет нет стадион правил где усадьба глава вот тут да вот и сразу правее от церкви вот этот кусок но получается что люберка извините что сейчас книги вернемся она все-таки была окружили пожалуйста да это она не была такой называется мы не можем строить ее не волна же пехот 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 который там ставили мельницы фабрики она была такая но тем не менее я встречался и застав андрея ивановича дворягина известного нашего знаете историка он музеем свое время заведовал завод двухтомск и он сам рассказывал что мальчишкой вот в этом самом туннеле который позже вон там лови пускай пескарей она там и протекала это туннель же сделан не подвестали и сохла не вы знаете или в другом во первых датали вот так во вторых загнали в трубы да в трубы почему я тогда модно было самой москве загоняли чего уж там вот тут вопрос да чисто поэтому эти удачно как я нашел это вот все в этой книге и слова летопись ведь это уже накладывает определенное вы знаете я прямо скажу я не беру себе называются лавры победителя и мастерить чтобы создать эту книгу я честно признаюсь что в сентябре 22 года меня пригласил к себе владимир михайлович волков андрей михайлович вот хиберин ступает на два книжечку таскать я все ваше читаю книги и далее вообще проблема такая потому что мы же четыре столетия должны распределить ну решаемо я говорю но мне нужна помощь значит и 27 ноября мы собрали в музее вот во глава целый ряд представителей из тех криведов писатели и прочесть просто обсудить по сути да обсудили решили что можно я начал писать вот с моим дизайнером и прочее но сразу поставил условия я очень боюсь ошибок особенно в таких юбилейных вы знаете изданиях которые есть потом будут говорить что с такого там придумал какой там 818 год это никогда не было такого дачка и я попросил поучаствовать в этой работе группу редакторов притом не просто редакторов которые которые действительно знают историю это наталья санна степанова наш музей дарья валерьевна давыдова любовь иван литайкина автор книги наша уважаемая талаваева галина ивана тоже мы столкнулись радио татьяна юрьевна иванова ребята давайте так я вот печатаю текст принципа 15 пересылаю вам смотрите но могу признаться сказать даже горжусь тем что больших нарушений находили понятно тем не имеем особо спокойно а в совет вошли еще таскать у нас эмма витальевна борисов я просил отец или семёнов и они на пару с вадимом вадимовичем никоновым известный он историк мы с ним тоже общаемся он работает доцентом в жильцовом университете и они написали книги эту и а при женском храме федором с отцом нового мы тоже ее исследуем к сожалению время наши такой первой вернее уже не первое но вот вы новое так сказать в новом году первое это историческая встреча подходит к завершению давайте тогда завершим следующим финальным вопросом как вы считаете книга она позволяет вот вы написали книгу собрали все даты отредактировали вложили туда всю свою душу вы успокаиваетесь после этого и все равно находятся новые новые факты я скажу руках отслежу не только ваша передача называется я злоба себе поставлю вашу передачу которые мы говорим там любят из века век надежды на эти ошибки поднять и история не стоит на месте мы каждый день что-то открываем вылезаем как я вам сказал историю с местом церкви и так далее каждый день приносит нам что-то новое это не может быть догмой она верна на сегодняшний момент условия завтра и послезавтра новое обстоятельство новые требования времени мы должны работать все но главное что история она работает на будущее потому что если у тебя нет прошлого то очень тяжело жить в настоящем совсем непонятно какое строить будущее поэтому мы продолжаем готов говорить об истории городского округа любит очень приятно что в этом нам помогает почетный гражданин городского округа люберцы доктор медицинских наук профессор член союза журналистов и союза писателей россии люберецкий краевед книги которого вот здесь у нас на столе я думаю вы вряд ли уже найдете их вот но если вам повезет очень искренне советую о люберцах по крайней мере в каком-то определенном контексте вы будете очень хорошо знать андрей михайлович шостаков прошу любить и жаловать и надеюсь что это у нас не последняя программа по истории потому что есть еще революционные будни мало кто знает наверное что ну по поводу 1905 года а в семнадцатом году люберский отряд целый принимал участие в московских событиях революционных но не забывайте что была первая мировая война который кстати тоже не так много информации да очень выкобы к выривать приходится эти факты ну а дальше уж это мы только о двадцатом веке говорим а уж если пойти вот в другую сторону сегодня мы частично туда уходили там еще много интересного поэтому до новых встреч программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания и и